МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войкальский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-сити-менеджера Читы Олега Кузнецова. Работа на износ, истощенный морально и физически, коллектив врачей краевой клинической больницы близок к распаду. Услышат ли власти их голоса? Совсем крышу снесло. Здание детского сада в селе Большой Зерентуй уже несколько дней стоит в воде и рассыпается прямо на глазах. Это были главные темы, теперь обсудим подробнее. Экс-руководителю администрации городского округа город Чита Олегу Кузнецову сегодня вынесли приговор. Какое наказание получил чиновник за взятку от социально ориентированной бизнес-вумен, предпринимателя года 2016, Ольги Левочкиной, смотрите далее в сюжете. Суд над экс-сити-менеджером закончился приговором. 12 лет строгого режима за взятки с частичной конфискацией имущества, но без штрафа. Нам удалось поговорить с супругой осужденного чиновника. Мой муж выставлен последним мошенником в суде, а Левочкина и Син-Сюймин, с них все началось, собственно, да, выглядят очень честными людьми. И нам хотят так преподнести, что они честные люди. Честные, все их показания правдивые, но показания свидетелей защиты, мои, моего мужа, совершенно, ну, в общем, сплошное вранье. Предприниматель Ольга Левочкина вместе с супругом дали показания против Олега Кузнецова, находясь под следствием за контрабанду леса в Китае на 2,7 миллиарда рублей. От уголовной ответственности задачи взятки освобождены. По Кузнецову же год длилось уголовное дело с многочисленными экспертизами и сотней свидетелей. Возбуждено на основании результатов прокурорской проверки, проведенной в отношении Кузнецова Олега Васильевича. Связанная данная проверка была с обращением Левочкиной Ольги Васильевны о фактах получения им взяток. В период занятия должности руководителя администрации городского округа города Читая. Сторона защиты считает, что все сделано только по показаниям Левочкиной. Это не совсем так, поскольку приговор постановлен на основании совокупности собранных и исследованных в суде доказательств, которые сегодня подробно были судом оглашены, подробным делом анализ. Поэтому утверждение стороны защиты здесь не соответствует тем материалам, которые были исследованы в суде. Кроме юридического момента, есть и момент эмоциональный. В этом случае дружбы у бизнеса и власти не получилось. После ареста Левочкиных, и когда арестовали Олега Васильевича, мне не была понятна вся картина. И я думала, что Левочкиным и так досталось. И старалась их не упоминать в допросе, и поэтому он у меня получился сумбурный. На суде я об этом не говорила. По отношению судей к моей персоне я поняла, что говорить что-либо бесполезно, а для меня, как для человека принципиально низко говорить о том, после таких отношений с Левочкиными, когда мы ели, пили из одной чашки, спали на одном диване, да, все равно я не могу опуститься, чтобы рассказывать всякие низости про них, понимаете. Но они не брезгуют этим. Я считаю, что эмоциональная сторона вот этого вопроса, я считаю, что всем воздастся за все. И хочу этого. После приговора история Кузнецовой-Левочкиной похожа на аналог детской задачки из сборника вредных советов. Если одного друга за взятку услугами и имуществом на сумму около 10 миллионов рублей осудили на 12 лет, то спрашивается, сколько получит другой друг за контрабанду стратегического ресурса в Китай на 2,7 миллиарда рублей. Вячеслав Барнинский, Николай Шумков, ЗАПТВ. Представляем вторую часть истории о попытках врачей краевой клинической больницы добиться нормальных условий работы. Медики потребовали приезда исполняющей обязанности министра здравоохранения Оксаны Немакиной, чтобы высказать ей свои претензии и пожелания. С места событий наши корреспонденты. Очередной приказ Министерства здравоохранения края тяжелым, практически неподъемным грузом упал на плечи забайкальских медиков. По нему первая городская больница прекращает оказание экстренной медицинской помощи. Вновь вся тяжесть борьбы с так называемыми обычными болезнями ложится на плечи истощенного морально и физически коллектива краевой клинической больницы. Например, на сегодняшний день у нас в кабинете эндоскопии два врача-эндоскописта. То есть физически они сутки, через сутки, и так сутки, через сутки, сколько времени работают, неизвестно. В лороотделении тоже два врача. А должно быть? Ну, как бы на любое дежурное, ну, как бы, если вычитывать, да, что в простых условиях должно быть 4,5 ставки, только всегда рассчитано на дежурные дни. Да? То есть, ну, в челюстно-лицевой хирургии, которая дежурит 7 дней в неделю, там 3 врача. В нейрохирургии, где дежурят врачи 7 дней в неделю, то есть оказывают экстренную помощь, тоже три врача. Медицинские работники экстренно собрались на совещании и попросили приехать на него губернатора Александра Осипова и до сих пор исполняющую обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксану Немакину. Здесь нужно понимать остроту момента. Нахлынула третья волна коронавируса, о которой все знали, но по факту правительство оказалось опять не готово. Более того, несмотря на все предостережения Роспотребнадзора и медиков, в Чите не прекращались массовые мероприятия, а карантинные меры практически не соблюдались. Александр Михайлович сам подавал пример Забайкальцам, появляясь на людях без маски. К слову, губернатор не удосужился предстать перед бунтующими врачами, но оно и понятно. В последнее время Осипов проявляет редкие суперспособности, раздваиваясь в сознании и делах. В период чрезвычайных событий он одновременно якобы в Волгограде и в Чите. С трибуны призывает соблюдать карантинные мероприятия, а сам санкционирует массовые гуляния. Попрекает врачей в воровстве и высокой зарплате, но благодарит за подвиг. Вдвигает на пост министра здравоохранения человека, которого не утверждает Москва, считая недостойным этой должности, но позволяет ему руководить Забайкальской медициной. По закону у нас же... Да я прекрасно знаю, я же человек... Какие вы знаете законы, почему вы нарушаете? Ну, вопрос не ко мне. А кому? Кто вам прекрасно нас не пускает? У меня есть свои соответствующие руководства, с кем вы сейчас... Только руководство назовите, только это руководство. А вы что, мне допрос встраиваете? Да, я допрос встраиваю. Вы нарушаете законы, у вас не пускают. Я вам никаких вопросов отвечать не буду. Хорошо. Соблачил Владимир Евгеньевич, начальник службы безопасности краевой клинической больницы. Да кто вам был руководством, на пикартизмах информации? Ну, эти вопросы я вам отвечать не буду. Это сцена третьего акта трагедии, когда спустя полтора часа после первого заседания в административном корпусе краевой клинической больницы внутрь не пускают журналистов. Чего еще ждать от людей, которые с легкостью переступают федеральный закон? Но нам помогли, потому что в актовый зал, где собрались врачи, ведут и другие дороги. Съемочная группа прошла на собрание, хотя нас и здесь пытались выгнать. Тревога администрации больницы была понятна. На это стоило посмотреть, стоило послужить. Оксана Немакина с места взяла в карьер. Хорошо поставленным командирским голосом рассказывала собравшимся хирургам, анестезиологам, кардиологам, пульмонологам об угрозе коронавирусной инфекции. По меньшей мере, это выглядело странно. По залу прокатился гул и требования вернуться к проблемам клинической больницы. Тем более, о них говорилось не раз и не раз им обещали в них разобраться. Краевая больница выживает на тех силах, средствах и возможностях, которые в ней заложены в плановый режим ее работы. И те три дежурства, которые добавились по экстренной помощи, они никоим образом не подкреплены кадрами, никоим образом не подкреплены финансированием. Врачи краевой больницы не отказываются от работы. Они говорят, что невозможно более работать в таком режиме. Врачи и медработники практически живут в больнице, стараясь сделать то, что в человеческих силах. Однако на их зарплате это практически не отражается. Если до пандемии им запрещали брать лишние дежурства, то теперь трудовые подвиги не только приветствуются, а насаждаются сверху. Прибавьте к этому кредиторскую задолженность больницы в 150 миллионов и бегство врачей, которые просто устали. Но неутвержденный министр здравоохранения поначалу не хотела никого слушать, менторским тоном стараясь заткнуть рты медработникам, не стесняясь прибегать к угрозам. Дослушайте меня, пожалуйста, до конца. Дослушайте меня до конца, пожалуйста. Если вы хотите со мной поспорить, у вас будет возможность. Мы выйдем с вами и поспорим. Договорились? В другом кабинете. Как это по-нашему, когда нечего сказать, прибегать к угрозам и оскорблениям. Врачи и медсестры краевой клинической больницы ежедневно имеют дело с коронавирусными пациентами и лучше Немакиной представляют угрозу COVID-19, равно как и инсульта, сахарного диабета, гипертонии и других опасных болезней. Поспорить в другом кабинете. Эта фраза уйдет в народ, как и изречение ее предшественницы. Выложитесь в стационар, только поесть и поспать. Но сейчас ситуация слишком серьезна, чтобы оглядываться на лай сторожевых собак. Количество врачей-анестезиологов в краевой клинической больнице уменьшилось на 17 человек. Это грандиозная цифра. И в ближайшие два месяца еще три человека у нас уволятся. Уедут врачи. Мне нечем их удерживать. Если к нам не придут ординаторы сейчас после сдачи экзамена, ну, просто я вынуждена буду одну реанимацию закрыть, и вы понимаете, что за этим последует. Врачи краевой больницы раз за разом повторяли своему министру. Адекватная заработная плата, кадровый голод, проблемы с лекарствами и оборудованием, невозможность вести плановое лечение, кредиторская задолженность. Нас всех касаются проблемы медиков, ибо это наше здоровье и наша жизнь. Повторяли, пока не дождались еще одного перла от министра. Делали деньги, не деньги, а не зарплаты. Потому что люди не встали и уже пошли на износ. У нас идея, количество денег сделано. Нет, нет, я сейчас услышала другое. Нет, нет, деньги добавили. У нас сегодня 22-го числа, конец месяца. У нас сегодня входы практически исчерпаны. Добавили еще дежурные дни. Надо на что-то уже транспору брать, эти биотики держат сюда-сюда. Они же не были заложены. Это тоже деньги. Нет, это понятно. Мы сейчас говорили о заработной плате. Я говорю о том, что у вас большущая нагрузка, большущая нагрузка и заработная плата все не решит. Правильно? И кадровую проблему заработная плата на сегодняшний день вашу не решит. Зарплата не решит кадровую проблему. Нет, Оксана Владимировна, вас кто-то обманул. Конечно, министра можно понять. Не со зла она затыкает рот врачам и вынуждает их работать за троих. По всей видимости, не может она ничего сделать без одобрения со стороны Александра Михайловича. Но с тем вообще сложности, пока его суперспособности не направлены на поддержку забайкальской медицины и помощи забайкальцам. Министр пообещала перебросить часть врачей из моностационаров. Но это опять не выход. Да и решение пришло на ум Оксаны Владимировны после того, как несколько докторов внятно озвучили, что если не будет принято немедленного решения, то они не будут работать на две и более ставок, а только в нормальном режиме. Или вовсе уволятся с работы. Итоги этой встречи предсказать несложно. Врачам вновь что-то и многое пообещали. Но эта история не была бы трагедией, если бы мы верили в счастливый исход. Юрий Житлухин, Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ Благотворительный фонд социальной помощи «Спасательный круг» начал сбор средств для забайкальцев, пострадавших во время июньского наводнения. Люди, лишившиеся крови, нуждаются в нашей своими помощи. Чтобы их поддержать, зайдите на сайт фонда спаскруг.ком на главной странице найдите раздел «Сейчас собираем» и совершите свой перевод. Кроме этого, вы можете перевести средства на расчетный счет фонда, который сейчас увидите на своих экранах. Напомним от паводков. 17 июня в 19 населенных пунктах подтоплено 284 жилых дома, 486 приусадебных участков. Стихия разрушила 8 деревянных мостов, частично подтопила около 6 километров автодорог. «Я не волшебник, я еще учусь». В период пандемии студенты-медики активно помогали врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. И для многих пациентов они были такими же волшебниками, как и врачи. Вели прием в поликлиниках, принимали звонки в колл-центре и работали непосредственно в красной зоне. Отмечать профессиональный праздник они имеют такое же право после такого тяжелого боевого крещения. Со студентами, работающими наравне с опытными врачами, встретились мои коллеги. Когда COVID-19 захлестнул за Байкальский край, врачи еще очень многого не знали. Не знали о возможных осложнениях, об особенностях и алгоритмах лечения. Врачам было трудно, а потом стало еще труднее. Количество заболевших росло. Но осознавая опасность, никто не отказывался работать с больными коронавирусом. Ни врачи, ни медсестры, ни санитарочки, ни студенты-медики. Туяна проходила практику в поликлинике номер 4 при участковом враче-терапевте. Первую неделю за нами полностью наблюдали то, как мы ведем прием. По сути, мы были врачами. Пациенты приходили, доверяли, мы проводили приемы, назначали лечение. Первую неделю активно наблюдали. Потом уже стали доверять, но проверять. Десятки людей на приемах, до полутора сотен вызывов в день и килограммы документации. Терапевты нередко уходили с работы в полночь, а с раннего утра уже вновь были на посту. И помощь студентов в этот период была действительно бесценна. Почему ковид? У меня мама врач. Она работает в Магаданской области. Она работала в стационаре. Это было очень тяжело. Ей 56 лет. Я очень за нее волновалась. Но когда предложили, я решила почувствовать, каково было моей маме в том числе. А было трудно и трудно до сих пор. Студенты, равно как и врачи, устают и тоже болеют. Но изо всех сил стараются сделать все, чтобы больные получали необходимую помощь. Пришел мужчина средних лет. Но на вет ему было много. Он выглядел очень болезненно и страдальчески. Его выписали недавно из стационара. И надо было продолжить амбулаторное ведение. И в ходе приема я спрашиваю у него эпиданамнез. Это были ли у него инфекционные контакты. И он мне говорит, что его мама умерла от ковид. Буквально несколько недель назад. Смерть родных, плохое самочувствие очереди. Зачастую провоцируют агрессивные отношения пациентов к врачам, медсестрам, санитарам. К врачам надо относиться уважительно. Стараться. Потому что я понимаю, что это не то, как действительно люди относятся. Этой ситуации. Желаю им потом трезво взглянуть на ситуацию. Тяжело им было работать. Ночью приходил врач в отделение. Говорил, что вот так и так. Действительно, очень много пациентов в приемный покой поступило. Рассказывал нам. Ну, может быть, с точки зрения выговориться иногда даже. Ну, просто пациента посмотреть и с нами поговорить. Кирилл работал в краевой клинической инфекционной больнице непосредственно в красной зоне. Пройти практику в таком формате, а затем и остаться в учреждении, сверхъестественным поступком не считает. Сначала мне было интересно поработать с врачом-терапевтом в поликлиническом подразделении. Я поработал, так скажем, окунулся в эту сферу. Ну, и решил, что пока есть возможность, то есть пока практика продлевается, можно попробовать, так скажем, в красной зоне поработать. Тем более была нехватка на тот момент, и я устроился, и все, и до сих пор работаю. Что касается графика, то у нас он был, ну, так скажем, регламентированный, но в зависимости от нагрузки. То есть если очень серьезная нагрузка, то где-то придется поработать еще. Если нет, то где-то через каждые 2-3 часа мы выходили. Но часто работа не имела каких-то четких временных рамок. Так, суточные дежурства, дневные смены, экстренные выезды. Для болезни время не имеет значения. Оно важно больному и лечащему врачу. Была такая история, что пациент, он, ну, как бы, объективно тяжелый. У него отсутствуют нижние конечности. Он лежачий, соответственно, очень тяжело, ну, объективно ему тяжело определять время. Он спросил у меня как-то вечером, подскажи, сколько времени. Соответственно, он сам не ходит в туалет, он не передвигается, он ни с кем не общается. Лежит в палате один, к нему заходит только средний медперсонал и врачи. И я задумался, а что для него вообще значит это время сейчас? Насколько он его ощущает? Вышел из палаты и думаю, ну, вот такие вот тяжелые пациенты бывают. Студенты обычно наблюдают больных не до конца, сменяясь на определенном этапе лечения. Врачи же помнят всех пациентов. И тех, кого вылечили, и тех, кого спасти не удалось. В этом году День медицинского работника стал Днем памяти. Слова благодарности в поздравлениях и наградах. Забайкальская железная дорога на всех станциях, остановочных пунктах организовала гудок поездов. Но всего этого мало, чтобы отдать дань уважения. Мы продолжим обсуждать главные события дня после короткой рекламы. Оставайтесь на Первом Независимом. История с разрушенным детским садом в селе Большой Зерентуй получила продолжение. К большому сожалению, с не очень хорошим итогом. Дошкольное учреждение по-прежнему находится в аварийном состоянии. Что изменилось с момента выхода нашего сюжета, смотрите далее в материале моих коллег. Сколько было обращений в разные инстанции от забайкальцев после мартовского урагана, что нанес колоссальный ущерб всеми сорванными крышами и поваленными столбами электросетей. В список пострадавших тогда попал и детский сад «Белочка», что находится в селе Большой Зерентуй Нерчинско-Заводского района. С 15 марта детский сад не принимает детей. На сегодняшний день никаких работ по ликвидации последствий не проводится. У большинства из нас родители работающие. И поэтому отсутствие работы детского сада для нас большая проблема. Напомним, дошкольное учреждение в поселке единственное. Посещали его более 40 детей. Родители до сих пор вынуждены оставлять их родственникам или соседям, а некоторые селяне и вовсе жертвуют своей работой из-за невозможности оставить детей дома одних. Работать в аварийном здании никто не хочет, но приходится. Дождевая вода сама себя не уберет. Детей принимать отказываются из-за риска обвала крыши. Но беда не приходит одна. Затяжные проливные дожди наносят сейчас зданию без крыши многомиллионный ущерб. Слабые попытки сотрудников детского сада спасти дошкольное учреждение от затопления никак не помогают. Здание уже несколько дней стоит в воде. Местная администрация еще до начала проливных дождей дала понятие работникам учреждения и родителям, что помочь ничем не может. В телефонном разговоре с главой администрации Евгением Александровичем, с его замами, это Владимиром Михайловичем и Андреем Владимировичем, я от всех троих услышала один ответ. Мы вам ничем помочь не можем. Решайте свою проблему сами. Просите жителей, уговаривайте. В крайнем случае нанимайте алкашей, как было мне сказано. Нанимайте силу за свои деньги и решайте данную проблему. Мы вам ничем помочь не можем. После выхода сюжета глава района Евгений Первухин сообщил, что ремонтом крыши займутся незамедлительно. Главное – это получить деньги на восстановление. Всего на ремонт кровли необходимо 9 миллионов рублей. Районная администрация держит связь напрямую с вице-премьером региона Андреем Гурулевым. Но денег нет и по сей день. А детский сад продолжает рассыпаться прямо на глазах от такого обилия осадков. В нашем издании находится администрация, библиотека, оборудование. Почтовая отделение страдает не только детский сад, страдает всю семью. И это продолжается уже три месяца. Савтра, мальчик. В телефонном разговоре глава района пояснил, почему дошкольное учреждение до сих пор стоит без крыши. Проектно-сметная документация уже давно подготовлена и отправлена в краевую столицу. Но денег на ремонт дождаться детский сад не может. Тишина. Деньги пока, лимитов даже не давили. Дожди идут, да? Каждый день мы эти деньги просим, просим, как будто себе просим их. Но вообще никаких прогнозов не дают, что ли? Не, почему? Дают. На конец июня. Сейчас лимиты сказали, дают в конце июня. И то не факт, что в конце июня 9 миллионов рублей будут направлены на ремонт крыши детского сада. Ситуацию усугубляет еще один момент. Дождь продолжает увеличивать стоимость восстановления с каждым днем. А пока люди вынуждены тряпками собирать сотни литров воды с пола и подставлять тазы и ведра под бесконечные течи в стенах и потолке. Виктор Соловьев, ЗАП-ТВ. Более 20 лет на российском рынке. Множество положительных откликов от покупателей. Сертифицированный товар и индивидуальный подбор. Выставка ярмарка узбекского трикотажа и белорусской обуви продолжает работать в столице Забайкальского края. Где и как совершить выгодную покупку, расскажем далее в сюжете. Несколько сотен гостей на этой выставке уже успели по достоинству оценить стили и качество представленного трикотажа и обуви. Огромный выбор, широкий модельный ряд и индивидуальный подбор позволят собрать свой уникальный образ и все это по вполне приемлемым ценам. Современные модели летней обуви придадут не только достойный внешний вид владельцу, но и подарят максимальный комфорт от носки индивидуально подобранной пары. Теперь и четинцы могут подарить себе легкость в движении даже на проблемную ногу. Мы видим, что ярмарка российско-белорусской обуви для проблемных ног, узбекского трикотажа из натурального хлопка, гипоаллергенного, нашла свое признание у четинцев. К нам приходит очень много людей и уходят от нас довольными. В связи с этим мы решили продлить нашу ярмарку. Побаловать себя обновками сюда приезжают и с районов Забайкальского края. Выставка уверенно завоевала доверие забайкальцев качественной продукцией, носить которую удобно, а самое главное – безопасно. Каждая модель прошла контроль качества, независимое международное тестирование текстильных изделий на всех стадиях их производства. Наличие отметки о прохождении сертификации – это безусловная гарантия безопасности для конечного потребителя. Она демонстрирует, что все материалы от самой ткани до нитей и пуговиц, а также красители, использованные в производстве, безвредны и нетоксичны. Ярмарка одежды и обуви продолжает радовать читинцев и гостей города огромным выбором представленных моделей. Выставка продлена до 3 июля. Успей приобрести летний легкий наряд и подарить себе хорошее настроение от выгодной покупки. Модельный размер наряд у нас обновляются каждые 2-3 дня. В связи с этим приглашаем читинцев и гостей города к нам на выставку. Выбирайте, примеряйте, покупайте. Двери выставочного центра «Забайкальский» открыты для вас каждый день. Выставка-ярмарка узбекского трикотажа и белорусской обуви – это возможность найти свой уникальный образ и подобрать удобную качественную обувь на летний сезон. Покупайте правильные вещи в правильных местах. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. И это все новости на сегодня. Что будет завтра, обязательно узнаем. Я же с вами прощаюсь и передаю слово своей коллеге Марии Ревуд. Она познакомит вас с прогнозом погоды на завтра. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на Первом Независимом ЗАП-ТВ. Спонсоры показа – магазины Интимисими и Кальцедония. Кальцедония и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков и даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин Кальцедония. Торговый центр «Макси». Шилово-Ско. Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя. В пятницу будет пасмурная погода, возможны осадки в виде дождя. Ветер северный – 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 13 до плюс 16 градусов, днем – от 24 до 28 со знаком «плюс». О погоде это все. Увидимся завтра на ЗАП-ТВ. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»